Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Благословен Бог наш, Царь Вселенный, благословен Господь. Владыка миров, Царь Вселенный, Отец наш, Сущий на небесах, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог Моиселия, Бог Пророков, Боже, Царей, Смещенников, спасибо Тебе, Господь, Великий Бог Израиля, Возлюбивший весь этот мир, всю нашу истрадавшуюся планету и отдавший жизнь свою за нас, Сына Своего Единородного Своего за нас, кровушку Свою за нас пролив. Слава Тебе, Господь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Аминь, аминь. Это Евангелие, это действительно величайшая благодать. Друзья, слава Богу. Аллилуйя, аллилуйя. Да, вот так вот. Возлюбленные братья и сестры, приветствую всех, всех, кто подключился, всех, кто подключается сейчас. И здесь вот, на камере вижу тоже, да, вот, здесь тоже. Слава Богу. Приветствую всех, друзей, законной реформации. Вот, сегодня день был такого приготовления к шабату, много событий таких произошло, вот. Слава Богу, общений. Сегодня большой привет с Грузии. У меня здесь флаг, в Грузии тоже есть. Здесь все флаги мира у меня, сзади меня, это баннер. Специально такой баннер заказал. Попросил, чтобы разместить, и говорю, все флаги мира. Вот, а по центру, чтобы... Вот флаг христианский, чтобы было здесь. Белое полотно такое, синий поле и красный крест. Христианский флаг. Вот, христианский флаг, да. У нас он малоизвестен, но так вот во многих странах мира, особенно в США, он очень распространен. Слава Богу. Вот, как бы как знамя такое, знамя победы Иисуса. Его воскресенье, его смерти и воскресенье его. Вот, спасибо Господу за все. Да, приветствую тоже и свою семью. Надеюсь, получилось подключиться. И моим тоже. Приветствую всех, слава Богу. Ну, а кто не смог подключиться, если не смогли кто подключиться, то тогда уже в записи уже тогда посмотрите. Вот, потому что все, любая трансляция моя здесь на Ютубе, она потом сохраняется на канале Ютуба. И, в общем-то, слава Богу. Спасибо Господу. Спасибо Боже. Вот. Сегодня была такая и плохая новость. Вот, враг попытался испортить праздник из меня. Ноутбук перестал работать. Вот. Вот он. Проработал несколько лет. Верой и правдой проработал. Вот. И вот, сегодня приказал долго жить. Вот. Ну, по крайней мере, сказали, нужно новый жесткий диск. Если его перестраивать, переделывается, то есть многое будет переделываться. Но, скорее всего, уже будет новый модбук. Вот. Господь да усмотрит все. Вот. Поэтому тоже, друзья, молитесь. И кто имеет возможность такую, если вы в Киеве, то свяжитесь со мной. Напишите мне. Хорошо. Ну, или вообще в Украине сейчас. Вот. Напишите. Слава Богу. Вот. Даст Бог в конце сентября уже. Вот сразу после этого дня благодарения. Здесь праздник благодарения будет в Украине. Тем, кто подключился, я еще раз покажу. Свято. Свято подяко. Подяко-фест. Подяко-фест. Точка-орг. Есть сайт такой у них. Нам е за счет сказатый Богу дякую. Здесь пишется. Вот. И это праздник благодарения. Я очень хочу быть здесь, в Киеве. Ну, Господь да усмотрит. Ну, а после дня благодарения уже в Москву и в Петербург. Буду там, даст Бог, послужу Словом Божьим. Вот. И здесь, в Киеве, на Хрещатике будут гости. Такие известные гости. И Стивен Болгин будет. Я не знал, что он евангельский такой верующий человек. Слава Богу. Замечательно. Вот. Так что они у меня здесь вот эти вот такие листовки. Как еще, как напоминалки какие-то, напоминания вот об этом мероприятии. Поэтому, чтобы он уже даже висел где-то, чтобы молиться об этом постоянно. Ну, а мне на столе здесь постоянно лежат. Вот. Это приглашение. Вот. Наймасштабнейшая христианская водия року называется. Как ее обозначили. На самом деле это событие года. Праздник благодарения. В разных культурах, в разных странах, народах есть праздники. Подобные праздники. Вот. Вообще осенние праздники, если брать. Вот. Собственно, 23 число, когда день благодарения будет здесь в Украине праздноваться. Это предпразднество, как у нас принято выражаться. Предпразднество. Праздника поставления кущей, как раз будет. Да. Канун. Эра в Суккот. То есть, сам Суккот, сам праздник Суккот, праздник поставления кущей, библейский. Поставление шалашей. Он будет, как раз начинается в этом году, получается, 23 сентября вечера. Как раз вот в завершении этого праздника благодарения, как раз начало уже праздника Суккот. Вот. Так что, такие праздничные дни. Спасибо тебе, Господи, за все. Вот. А сейчас у нас пятница вечер. Вот. И начало шабата. Начало субботнего дня. Это особенная суббота. Такая. Вот сейчас я их почту. Да, сегодня пятая тишина. Начинается уже шестое тишины. Вы знаете, эта суббота, она особенная чем? Дело в том, что по давней традиции, еврейской традиции, первые дни начавшегося года, а мы отчет ведем от сотворения мира, они называются такими днями трепета. Знаете, вот у евреев действительно не все, как у людей, а все, как у Бога. И вот начало года, первые дни года, казалось бы, да, вот, но они называются днями трепета. И обычно ассоциируются у именно чтущих иудеев, именно, значит, практикующих, да, иудеев, не просто номинальных. Вот именно днями такого покаяния, днями молитвы, такой примирения где-то и днями трепета. Я называю это днями трепетной любви. Дни трепетной любви. Потому что вот наша любовь с таким трепетом, она вот в эти дни особенным. Потому что Он наш Бог, мы пред Ним предстоим, Он наш Отец, и Он же Судья, Он же и Спаситель, и Господь, и Бог наш, все, все, все. И в завершение вот этих дней трепета Йон-Кипур в тот самый день. Так. Эрф Йон-Кипур. Так. Десятый Тиши. Получается, сам Йон-Кипур выпадает на 19 сентября. В среду. На этой неделе уже в среду, получается, будет, да. на следующей неделе, получается, наступающей неделе. В среду, 19 сентября. Ну, уже во вторник вечером, точнее, даже начало, если правильный, рассудить. Большинство иудеев, евреев в этот день постятся, молятся. Вот. И вообще полный пост держат. Это единственный такой пост, который сам Господь Бог указал. Собственно, интересно очень даже. Вот. И этот день, он примечателен тем для нас, для верующих, независимо от нашей конфессии, динаминации, национальности, тем, что когда храм существовал в Иерусалиме, в Израиле, то именно в этот день великий священник, первосвященник, он заходил во святое святых Иерусалимского храма. И он заходил с кровью жертвенного животного. Он заходил с кровью козленка, ритуально бескровленного козленка. И эта кровь была за весь Израиль. Это было раз в году. В другое время года, в другие дни года, священник, первый священник не мог зайти во святое святых. Просто-напросто не мог. Именно раз в году это было. Туда за завесу он входил. Удивительная церемония. И я знаю, что из Библии, из Нового Завета, в частности, я знаю, что все эти жертвы в храме, все эти убийства этих животных в храме, это были прообразы жертвы самого Машиаха, жертвы самого Иисуса Христа. Иисус Агнец Божий, взявший грехи мира. Иисус Христос действительно Агнец Божий закланный, от века закланный. И хотя то, что произошло с Ним, то, что Он совершил, это произошло две тысячи лет назад, казалось бы, много воды утекло, но Он, будучи Господом, неземным, будем так говорить, вечным, вечным, от века закланным, и потому кровь Его святая и сегодня омывает нас от всякого греха. Во всей истории человечества Машиах присутствовал и присутствует. Иисус начинается шестой день недели библейской недели и начинается седьмой день недели библейской недели, начинается шаббат, начинается суббота. И в традиции вот первая суббота получается года, первый суббот, первый шаббат, первая суббота года, вот, суббота перед Йом-Кипуром, она называется суббота возвращения, шаббат шува, шаббат шува, да, ее можно перевести в это слово шува как возвращение, потому что это первое значение этого слова, именно возвращение, шаббат шува, покаяние, шува, покаяние, но буквальное значение, все-таки, первое значение этого слова, именно с еврейского языка, если брать с библейского языка, это возвращение, и вот самая такая для меня наглядная иллюстрация, я писал об этом на фейсбуке, писал в социальных сетях, что вот иллюстрация шувы это притчи Иисуса Христа, сам Маширах, он раскрывает таинство этой шувы, и одно из самых прекрасных вот этих описаний, это в притче, которую мы называем обычно притчей о блудном сыне, хотя там имеется ввиду необходимость покаяния шувы обоих сыновей, и старшего, и младшего, и заканчивается притча, в общем-то, довольно так вот, ну, неприятно, честно говоря, заканчивается, нет там такого хэппи-энда, как вот в предыдущих, допустим, там, двух притчах, вот, когда там, значит, да, пропала одна овечка из ста, значит, да, и как бы она была найдена, ну, хэппи-энд, хороший финал, слава богу, потом там одна из десяти этих драхм, у женщины были деньги, вот, и пропала одна драхма, она там мила-мила, все искала-искала, по сусекам, как говорится, помила, все, нашла, нашла эту пропавшую денежку и очень радовалась вместе с подругами, то есть, как бы тоже хэппи-энд, хороший финал, но вот, вот с этой притчей о блудном сыне там нет такого хорошего финала, он как бы хороший финал, но со слезами на глазах, он такой вроде как бы сын, потому что вот тот самый, который громко хлопнул дверью, который ушел от отца, промотал имение свое, оказался настолько в такой плохой ситуации жизненной, что дальше некуда, он даже хрюшком, этим свиньям, возле которых он жил, он даже им завидовал, мечтал напитаться порошками, которые они кушали, то есть, к нему относились хуже, чем к свинье, знаете ли, ну куда уж дальше, знаете ли, куда уж дальше, но однако же в таком состоянии, да, этот человек, он пришел в себя, вот шува, да, шува, прийти в себя, покаяние, это вот, ну, один из элементов покаяния, обычно с чего начинается, все, человек приходит в себя, истрезвляется просто, приходит в себя, и придя в себя, он стал мыслить, то есть, он не просто гомо сапиенс, наверняка он думал, что он разумный, когда он свое часть имения требовал, наверняка он полагал, что он разумный, когда он все, пропил, прогулял, наверняка он думал, что он разумный, умный, вот, и вот куда его этот, куда его эта ложная разумность довела, настоящая разумность, это как раз у него появилось, по-настоящему гомо сапиенсу, да, именно человеком разумным, он стал тогда, когда пришел в себя, и мы, когда приходим в себя, мы по-настоящему становимся людьми разумными, по-настоящему, мы рассуждаем уже разумно, и он стал размышлять, что у него есть отец, что он, вот, не его судьба быть вот здесь вот, возле свиней, возле свиного корыта, хуже бомжа последнего, он оказался в такой страшной ситуации вообще, ужас просто, и вы знаете, слава Богу, он размышлял, и он вспомнил то, что у него есть отец, и у отца даже наемники живут намного лучше, чем здесь ему живется, он, в чем разумность человеческая проявилась-то у него, что он помыслил, что я вот встану и пойду к отцу моему, решение принял такое, и он даже обдумал то, что он будет говорить ему отцу своему, что я не достоин называться сыном твоим, да, увы, то есть вот осознание греховности своей, недостоинства, святости Бога и своего недостоинства, это вот как раз именно свидетельство настоящего человека разумного, и слава Богу, что он был не просто мечтателем, слава Богу, он не был таким маниловым, знаете, как в мертвых душах, помните, Гоголь Николай Васильевич описывал мертвые души, как он в письмах к друзьям пояснял идею этой своей книги, именно показать, именно мертвость души человеческой без Христа, без Евангелия, то есть мертвость без Бога, вот, и вторую часть он писал продолжение книги, но была рукопись уничтожена, мы не знаем почему, что, ну, я набрался смелости однажды, дерзновения, и засел за труд, назвал его «Живые души», вот, решил продолжить работу Боголя, почему бы и нет, не то, чтобы лавры Боголя мне, знаете ли, грезится, нет, дело не в лаврах, а в том, что действительно захотелось вот увидеть покаяние всех этих Чичиковых, Коробочек, Плюшкиных, всех-всех-всех этих людей, увидеть покаяние, я помню, еще тогда, еще школьникам, когда в школе мы проходили эту книгу, то у меня было такое, ну, как бы, такое, некое омерзение, как бы, ну, слишком все очень, там, такие отрицательные персонажи, один был, там, более или менее, как бы, так, вот, Манилов, мечтатель, философ, тунеядец, ну, вроде как, это что-то, но самое интересное, вот, Гоголь считал именно Манилова самым отвратительным образом в своей, вот, книге, интересно, такой поворот, и когда я засел за работу, уже здесь, в Киеве, стал писать «Живые души», именно, как бы, послесловие «мертвых душ», именно, я начал с того, что описал сцену, вот, именно, возвращения Чичикова, его покаяния, его желание, вот, приехать и принести плоды покаяния, и он, знаете ли, говорит свидетельство свое, слово кому-то говорит из Библии, вот, он, по сути, приезжает как евангелист, и все эти персонажи один за другим стали каяться, он ездил по этим дворянам и приводил к покаянию и дворян, и христиан, было такое, как бы, в моем понимании, местечковое, такое пробуждение духовное, вот, и честно говоря, мне сложнее всего было покаять Манилова именно, мечтателя, философа, вот, я не знал, как же он покаяться, он слишком такой, амеба, вот, не нащупаешь его никак, знаете ли, если там грешник, то грешник, понятно, как бы, вот, а здесь некая бескребетность какая-то, но, по милости Господне, я еще дорабатываю все это, вот, и хочу издать эту книгу, уже прошло сколько лет уже, когда я начинал работать, даст Бог, в этом году уже завершу, вот, и с покаянием Манилова все-таки закончу, вот, и финал будет именно как раз закончить, я хочу словами Гоголя, опять-таки, начинал я описание как раз вот близкое к Гоголю, а закончить хочу именно словами Гоголя, вот, из переписок к друзьям, где как раз он говорит, но вы, говорит, не будьте мертвыми душами, но живыми, и он объясняет, что мертвые души без Христа, без Евангелия, живые души, это те, которые познали живого Бога, как бы исповедь Гоголя потом завершаю. Интересно, какой замысел, вот, и к чему я это рассказываю, что, вот, само еврейское слово тшуа, покаяние, знаете ли, оно охватывает, ну, по сути, вот, каждого человека в любой ситуации, даже в такой, как Манилов находился в таком бескрепетном, таком амебном состоянии, мечтательном, фантазерском, все равно тшуа, это как истрезвление, тшуа, это как возвращение, прийти в себя, человек должен прийти в себя, ужаснуться своим положением и направиться к Богу, и слава Богу, вот тот мудный сын, он не просто там, вот, возле свиного корыта философствовал, мечтал, вот встану, пойду, вот с понедельника начну новую жизнь, если бы он так мечтал бы и оставался бы Маниловым, то там бы его бы и хрюшки бы и съели бы, и как бы и все, там бы и помер он бы, но хотя, даже если бы история закончилась бы так печально, все равно, знаете ли, это была бы тшуа, по крайней мере, элемент тшуы, вот именно он пришел в себя все-таки и все-таки думал, знаете ли, как вот, ну, тот бомж, может, Лазарь, вот, Иисус описывал еще одного бомжа по имени Лазарь, вот, который, значит, вот, у него друзей даже не было никого, ну, кому нужны бомжи, вот, еще, у него только собаки были друзья, и псы приходили, приходили, написано, и лизали ему струпья, то есть у него только, одни были товарищи, это собаки, слава богу, что у него были хотя бы такие четвероногие товарищи, знаете, не было двуногих, и он мечтал напитаться крошками, которые падали со стола богача, там не написано, что ему давали эти крошки даже, нет, он лишь мечтал об этих крошках, этот бомж умер, но его ангела, если, когда он умер, Анналона Авраамова, то есть, видимо, он как вот тот блудный сын, по крайней мере, может, ну, не было полной тшувы, как бы, вот, как у разбойника на кресте, не было полной тшувы, да и у него у разбойника уже невозможна она была, он был уже пригвожден, пришпилин уже, все уже, он уже, вот, пригвожден к кресту был, вот, и он мог только одно сказать, что он осознал, что Иисус не за что страдает, вот, а мы за что страдаем, значит, и он сказал, что помяни меня, Господи, в царстве своем, вспомни меня в царстве своем, и Машиах сказал ему, ныне же будешь со мной в районе, потрясающе, там на кресте, облитой кровью, обезображенный Машиах, он прощал и благоставлял, и исцелял, хотя кричали ему по религиознике и политике, что вот, других спасал, себя не можешь спасти, сойди с креста, яви себя миру, мы веруем, ой-ой-ой, слава Богу, Иешуа страдал до конца, и спил всю чашу эту, эту чашу, кстати, он поднимал, он сказал, эта чаша есть новый завет, в моей крови, новый завет в крови Иисуса Христа, мы сейчас будем совершать причастие, поэтому приготовьте себе, тоже налейте себе соку, вот, и также, если нет сока, то просто даже воды налейте, я иногда причастие просто водой даже совершаю, просто воды возьмите, и хлеба, вот, и совершим причастие, и фористию сейчас, в начале этой субботы, шуры, суббота покаяния, просто в нашей культуре, да и в культурах разных народов, особенно в славянской культуре, покаяние обычно, не то, что обычно, вообще 99%, вот скажи, что это покаяние, да, это, обычно у людей такие ассоциации, это осознание своей греховности, да, это плач, это, вот, самоуничижение, это, ну, многие вещи назовут, но редкая душа, может быть, один из тысячи в лучшем случае, раз каждого покаяния именно более-менее, вот, адекватно, дело в том, что в наших культурах покаянием называется то, что в Библии покаянием не является, по сути, это одни, отдельные элементы покаяния, но отдельные элементы покаяния, знаете ли, это как полуправда, может быть, даже очень опасно быть, вот, а вот все вместе, это вот есть покаяние, вот, хочу на примере о плудном сыне еще дорассказать, вот он встал и пошел к отцу своему, это тоже покаяние, тоже душа, встать и действовать, идти, возвращаться к отцу, да, это тоже действие, это покаяние, то есть не просто это мысленный процесс какой-то, это не просто, вот, значит, да, осознание греховности, это встать и что-то делать, возвращаться к отцу своему, вот, а потом, ох, он попытался оправдываться перед отцом, когда уже оказался там на месте, и отец его обнял, а он пытался сказать, что вот так, отец, я не достоин, называться сыном твоим, но, папа его любит, вот, папа его обнимает, папа ему дает, снова одежду, перстень, на руку, и говорит, заходи в дом, сынок, слугам дал команду, возьмите вот того, там, откормленный теленочек, есть у нас такой, аж лосница, такой, упитанный, такой жирный, вот, его режьте, давайте, мяса будет много у нас, хлеба, мы сделаем пир на весь мир, какой праздник без мяса, в еврейской традиции вообще, это, вот, Израиль мало совместим с вегетарианством, вот, но, по крайней мере, вот, мы из Библии видим, что да, приготовили пир такой, теленок зарезан был, мясо приготовили, там, телятину жарили, стейки эти, нагрили, все хорошо, прекрасно, но, здесь вот, почему не было хэппи-энда, вот, если бы на этом оборвалась бы, притча Иисуса, то это было все-таки хэппи-энда, но там был бы вопрос, а где же старший, что же со старшим сыном, ну, вот, появился старший сын, и вот, испортил всю эту песню, всю эту притчу, казалось бы, но он не испортил, на самом деле, он очень хорошо проиллюстрировал тоже это, пример непокаяния, пример нечувы, знаете, он пример, вот, того человека, который все время, вроде как, религиозный, все время в собрании, все время верный, не отступал никогда, не грешил, там, но, мои мысли, мои скакуны, его мысли, вот этот сын твой, не брат, он даже, видите, братолюбие, это, какое у него сердце-то нету даже, и он, этот сын твой, который промотал все имени, там, с блудницами, он что, со свечкой стоял, что ли, так, это говорит о чем, что мысли его там, где-то скакали, с блудницами тоже, и потом говорит, ты мне не дал даже отец, ухаря, еще отца, представляете, у него еще отец виноват, значит, я, все время с тобой, я работаю на тебя, все, работаю, и говорит это, ты не дал мне даже козленка, повеселиться мне, с друзьями моими, что у него за извращенные мысли такие, там, значит, отдельно от отца, отдельно от семьи, где-то там, с друзьями, с козленком повеселиться, пикничок устроить, понимаете, если ему захотелось, там, где-то на стороне, то есть, его мысли, он сам телом в доме отца, но мыслями он вне дома отца своего, ужасно, поэтому политики, религиозники, очень, очень несчастные люди, вот это пример как раз вот такого религиозника, человека, который вроде всегда верующий, с детства верующий, он вырос на церковной лавке, как говорится, от молока матери уже верующий, все, вот, но сердце его, вот, нес от сон, и отец, получается, он вышел из дома, он уговаривает сына старшего зайти домой, и вот нету эхотенда, Иисус не дорассказал, опять-таки, мы не знаем, что было дальше, ну, можно предположить, что он все-таки вошел в дом, хотя Иисус это не говорил, что было там, но заканчивается вот такая сцена, младший сын, казалось бы, такой хрестоматийный, значит, блудник, хрестоматийный, значит, грешник, он в доме отца, в одеждах царских, он там, значит, с перстнем, он там мясо кушает, он там пирует, веселится, а старший, который всю жизнь там пропахал на отца, был верным всегда, он вне дома, и отец уговаривает его взойти. Вот, знаете, как ни странно это звучит, но Машех это несколько раз подчеркивал в своем служении, что человек, который, казалось бы, так далеко от Бога, так чисто хрестоматийно, даже является таким выпивающим грешником, как ни странно, ему проще вернуться, совершить шуву, вернуться в дом отца, чем человеку, который набожен, религиозен, и думает, что он верный, и он в доме. Одного цадика еврейского как-то спрашивали, когда придет Машех? Ну, такой вопрос многим задавали уже тогда. И вот этот один мудрец сказал такие слова, праведник, когда праведники покаются. Вот, покаяние старших сыновей, это так нужно. И знаете, сегодня, вот, начало субботы шувы, субботы возвращения. Пусть наши вот мысли будут сегодня об этом, о том, как нам, каждому из нас совершать этот шуву, это покаяние, это возвращение. Всем нам, абсолютно всем. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Боже, за покаяние младших сыновей, спасибо за покаяние, старших сыновей, спасибо, Господь, за покаяние грешников, спасибо, Господь, за покаяние праведников, спасибо, Господь, за покаяние церкви, покаяние Израиля, покаяние всех народов Божьих, возвращение, прийти в себя, Господь, это так важно сейчас, это так неужен, спасибо тебе, Боже, всемогущий, в эти дни трепета, в дни трепетной любви, такой трепетной любви, любви в трепете, спасибо тебе, Господь, благодарю тебя за жизнь вечную, благодарю тебя за хлебопреломление, за то чудо, которое ты совершил однажды, давно уже, 2000 лет назад, это было давно, но это было недавно, это было 2000 лет, это в небесном измерении два дня, но это вечное, совершилось вечное таинство, там совершилось вечное чудо, которое мы сегодня повторяем ежедневно, на нашей планете, ежечасно совершаются вот эти хлебопреломления, в разных конфессиях, разной динаминации, традициях, абсолютно разных, но идея причастия и хлебопреломления всегда одна, Николай, Арсений пишут, шаббат шалом, шаббат шалом, друзья, одно наше размышление о теле и крови Господа Иисуса Христа, Иишу Машер, аминь. И я хочу помолиться вместе с вами сегодня, благословить Бога вместе с вами, друзья. Благословен Бог наш, Царь Вселенный, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем, должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благословен Ты Бог наш, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Ты Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благослови Господь это служение наше сегодня. Благослови Господь хлебу преломления, святую Евхаристию, причастия тела и крови нашего Спасителя. Благодарю Тебя, Отец мой, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, За все я благодарю, За все я благодарю. Спасибо, Господь. Спасибо Тебя. Благодарю Тебя, Боже, Тебя Богущий, за тело Твое и кровь Твоей, Боже. Слава Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Иисус. Мой брат, мой Господь, мой Царь, мой Спаситель. Иисус Христос. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Благодарю Тебя. За все Тебя благодарю, Господь и славлю Тебя. Я поздравляю Тебя, Господь мой, Бог мой, Святой. Поздравляю Тебя, Господь Всемогущий. Субботой, Святой. Шаббат Шалом, мой Бог и Царь. Шаббат Шалом, Господь мой, Спаситель, Утешитель мой, Бог мой. Шаббат Шалом, Господь. Шаббат Шалом, Семья. Шаббат Шалом, моя супруга, драгоценная, Инна Сергеевна. Шаббат Шалом, детки наши. Шаббат Шалом, всем, кто сейчас подключился, кто в сети. Шаббат Шалом, вашим домам, родным, ближним. Шаббат Шалом, Израиль. Шаббат Шалом, Иерушалай. Шаббат Шалом, всем, всем, всем. Шаббат Шалом, ангелы небесные, посланники Всевышнего. Приходите с миром, ангелы Господни, посланники Всевышнего. Слава Богу. И сейчас действительно это чудо, таинство совершается, и вместе со святыми ангелами сейчас мы прославляем Бога Святого, восхваляем Его Святое Имя. Слава Тебе, Господь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Амлахин, Акадош, Баруху. Приходите с миром, ангелы Всевышнего, посланники Всевышнего. Пребывайте среди нас с миром, ангелы Господние, посланники Всевышнего. И уходите так же с миром, ангелы Господние, посланники Всевышнего. Аллилуйя, слава тебе, Господь! Благодарю тебя, Боже, и вместе со святыми твоими ангелами проставляю тебя, Боже, прямо сейчас и восхваляю великое имя Твое. Боже, благодарю тебя за святую субботу. Братья и сестры, шаббат шуба! С сегодняшнего вечера до завтрашнего вечера празднуем, размышляем, молимся в трепещем в любви эти дни трепетной любви, дни трепета, прекрасные святые дни. Мы пред Судьей нашим и пред Отцом нашим же, великим святым, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего за нас, Ильшуа Машиаха, Спасителя Господа нашего. Слава Ему за все! Шаббат шалом, друзья! Шаббат шалом! Всем святым радоваться! Споем! Шаббат шалом, шаббат шалом! 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 Субботний мир, Господний мир! Шаббат шалом! 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 в небесах царь всех миров аллилуйя а мыс рай а мыс рай а мыс рай хай благослови господь израиль благослови сегодня израиль иерусалим благослови сегодня господь аллилуйя шалом шалом hjälчную шалом шалом иерушал Шалом, шалом, Ярушалаим. Шалом, шалом, Ярушалаим. Мир Господний тебе, город Ярусалим, благоставляем столицу Израиля прямо сейчас. Благодарим, Ярусалим. Шалом, шалом, Ярусалим. Шалом, шалом, Ярусалим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Аминь Благоставляю вас благословением священническим Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь лицом Своим на Тебя И даст Тебе мир Субтитры создавал DimaTorzok И даст Тебя Господь Аминь И ни в ком другом нет спасения Дамы и господа, братья и сестры Ибо нет другого имени под небом Данного нам людям Которым надлежало бы нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Слава Христу Господу Спасителю нашему Благоставляю всех вас Во имя Иисуса Христа Ну и Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат Шалом Шаббат 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 Шалом